приветствую вас ребятишки что первым делом давайте дамы с кузнецом кузнечиком перетрем то он еще все значит скворец строген жопа долбан и сукин сын жрет землю пусть ему на том свете будет худо дам тебе за такое дело солидную скидку ведьмака встречал я уже одного строгина да ты чё надо думать не человек было дерьмо приличных людей таким именем не называют не скажу за всех строгинов но тот и правда был мерзавцем и конец его ждал при отвратный ты прикончил ублюдка я так и знал это сделали друиды его сожгли жильем вот и чудненько а если да когда играл еще вспоминал вроде бы строгин что-то такое в книге слышал но если честно просто помню был филинда но филина убила цири и что-то такое помню что ради был какой-то строгин но я же читал давно и поэтому так и не вспомнил может что-то попутал подумал но видите все таки в книге он тоже судя по силу был так ну что что перчатки баклерского капитана гвардии продаем так перчатки еще одного баклерского капитана гвардии потом у нас тут а в это принципе все ну да будешь там продавать то по ходу то и нечего разве что опять эти вот эти всякие ожерелья ну и все хорошо так теперь почини меня теперь ремесло вот допустим давайте потом сейчас поделать эти вот хренью всякие мы же нашли там по-моему мечи правильно и нет я только отличные серебряные мечи значит по ходу мы не нашли на меч и оказывается ну да по ходу нету а он только мечи делает видео не делает эти а уж просто фуфу и жена я вспомнил что обычный до обычный кузне стал нужен супер кузне чтобы он нам делал супер снаряжение только щас что-то предвспомнил хорошо так ну что подремонтировать подремонтировались теперь у нас вопрос теперь у нас натуре вопрос а где же все таки из блин часть доспеха то найти вот это реально вопрос вопросов просто какой-то да у они починили кстати эту херню братишки видите за скандал накажут плеткой есть закон про это четкий не люблю такие моменты да вот она то где то есть блин короче говоря надо тебе выкупить диана а где вот ну хрен его знает а мы еще что-то вот вроде бы бродим бродим вокруг блин дети комплекты чертежа и его знает а здравствует она по идее как-то красным должно подсвечиваться да все эти квестовые хрени да все эти квестовые хрени стать красным подсвечиваться вообще по идее ну конечно должно было быть это примутался мозг ворца а там наверху но мы что мы блин бродили ничего не нашли может быть еще раз поднимется может быть я недостаточно скандал накажут плеткой а вон вон наконец-то вода нашли вроде бы вот чертеж штаны красмейстера красмейстерские сапоги записки атамана ганзы а больше чем мастер а так может все собрали в оказывается все мы собрали красмейстерские доспех школы кота чуваки нам осталось только его сделать так почитаем все пошло по плану бартоломей дэлоне оказался идиотом как я и думал ну и ведьмак дал заманить себя в ловушку слишком уж уверовал свои силы мы с самого начала разыгрывали сонных дуболомов которые только и ждут пока им удобрят грядки а когда дэлоне и ведьмак наконец договорились тот к второй проболтался что стальные чертежи спрятаны в пещере душные ямы место это небезопасное но может нам удастся добраться до ведьмачьего тайника дэлоне хватило одного болта выпущенного из укрытия от ведьмака мы ожидали больше так что и получил несколько и правильно очень уж он оказался живучий хотя подняться уже не смог я позволил ребятам проверить сколько более может выдержать ведьмак заслужили же они немного забавы за хорошо выполненную работу в конце концов мы добыли деньги и дэлоне а скоро постараемся добыть из душных ям чертежи ну и продать их раз уже не такие ценные мак и оружие никого им чертовски не повезло до жалко братишка лишь тут по-моему еще хоть интересное место было рядом да да он вот там вот еще есть давайте еще туда сейчас бегаем тогда до сбегаем туда а потом уже пойдемте на расслеживать это задание на больше чем мастер чтобы наконец-то сделать себе уже эти супер доспехи и супер комплект когда сделаем пойдемте еще зачаруем его сразу же да у того мастера и будет вообще закачаешься так у нас там туманник или чё на такое вихт какой-то ты кто такой братишка вместо силы охраняет братишка ты папа пиздила кону ловится блять террасе а он барьестов вызывает ухты круто а или может быть он не вызывал может быть он просто судит рядом бегал барде сда хрен его не знают в целом монстр интересный такого чудовища шерсть вихта уха вихта что у нас до сих пор отличный белый мед давайте-ка доставим себе еды какой-нибудь там яблочки да там покушать сливы чтобы у геральта запора не было пускай слив немножко покушает братишка правильно потом почитаем что это за вихт такой интересно все таки кстати очень красивое место силы до миловидное прям скажем даже что сливы вообще ели 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 хп восполняют да зацените как здесь какой-то все все сливы съели у нас 26 и из чуваки мы можем сделать прям какую-то яичную вечеринку все очко умением получили а я не то нажал четыре из пяти еще один знак нам осталось и все yard у нас будет полностью прокачанный зашибись зашибись вот так теперь чё это за вихт такой где там его искать надо блин ремесло книги персонажи обучение бестиарий так вот вихт 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 это не бестия вампир что ли нет аркайн флэдлер так духи и призраки а че ты за это орал я такого не встречал чувака откуда он взялся а это когда мы дрались с этим я понял понял трупоеда вот вихт это трупоед короче говоря масло против трупоедов и акси понял хорошо да прикольно то что я же здесь в крови вино всякие там новые виды монстров это реально очень здорово так что ж теперь я предлагаю тогда сбегать куда сбегать короче говоря к столбу этому телепортационному да и от него уже короче говоря ломиться по этому квесту где он там у нас больше чем мастер дала больше чем мастер по-любому на теперь короче говоря так это к этому клофаргу то есть он мне их и сделает походу да то есть вернуться к этому чуваку я думал кому-то другому думаю думал клофаргу просто надо эти приколы отнести он их типа как переведет а делать будет уже кто-то другой но видите он их и делать будет вот опять эти грёбаные да ну их сраку пошли сюда чуваки как тоже больно много в этой локации архи споры вот этих вот придурков еще скалопин драморфов я живу все хорошо в меру ребята а блять в режиме боишь нельзя терепортироваться пиздец а все прошло слабого давайте быстро отсюда уматывать пока никто другой на нас не напал а тут тут опасно очень ребятишки так надо главного рынка пойдем блин круто наконец-то если без делаю 1 мастерский комплекс школы кота я же блин очень я уже конечно долго этого хотел практически как только мы собрали наш первый комплект школы кота вот самый самый простой вот с того момента хотелось собрать самый крутой чтобы наконец-то мы могли пользоваться этим вот бонусами от снаряжения там по очень неплохие такие действительно бонусы или с на мечи я так понял что не лучше будут чем те что я щас по находил судя по всему но это уже потом посмотрим рыцарь перди сара так далеко еще к этому придурку так сюда да я нет братишка приветствую надеюсь поиски продвигаются мне удалось кое-что найти прекрасно я сделаю копию наконец-то я получу звание великого мастера спасибо тебе ведьма о 500 крон получили нихрена себе выкуешь для меня кое-что конечно так он может мне сделать эти вот крутые вода 1 мастерский школа кота так купить право кнопка мышки все делай мне братишка броня на 15 выше так теперь нам нужны еще эти штаны и рукавицы и мечи так вот-вот-вот разметки перчатки нам нужен двумерит и драконец делай так это перчатки хорошо вот сапожки теперь давай а чё я не могу его купить не понял почему деньги у меня есть стоит на 938 я почему-то не могу сделать пластина обогащенного двумерита блин печалька ладно мечи хоть сделать можешь так вот серебряный меч по а он до 7 месяцев . хороший давайте делаем и стальной меч мне еще осталось вот размешку школы кота до школы кота да давай блин все сделали получается кроме этих гребаных штанов или сапогов вернее даже да почему я не могу понять на пиздец пластина обогащенного двумерита братишка у тебя чего него обогащенного двумерита ты блин придурок а так хочешь у него волна есть офигеть так теперь давай опять заново в ремесло так вот раз мастерские школы кота лода все наконец-то бывает блин по бабу по бабу нам конечно ударила нехило но зато блин так одевых от у тебя здесь зато блин мы наконец-то сделали это ребятки мы наконец-то это сделали да вот доспех так сапоги штаны рукавицы так а почему бонуса нету а это за три вещи мощная атака увеличивает урон быстрых атак в течение пяти секунд на 10 процентов за каждый элемент комплекта текущий бонус 40 процентов из прикиньте как круто да то есть ты делаешь одну мощную атаку у тебя на 10 на 5 секунд быстрой атаки наносит на 60 процентов больше урона в итоге охеренная тема ну что и мечи можно поменять выходе там нашего допустим гроссмейстерский стальной меч школы кота только ами видите он лучше немножко этот серебряный меч чем наш серебряный меч школы кота кстати почему у меня 5 из 6 комплект я чуть не понял почему 5 из 6 раз два три четыре пять шесть ну а у меня штаны еще старые а я штаны себе не сделал какого-то хрена капец чуваки или сделал походите на разделов себе штаны я не мог их не сделать это я не сделал нее нет у меня нифига мне только фирский шаровары да тю а штаны я значит забыл себе злопахать так братишка ты мне еще штанишки не сделал шаровары выпуешь для меня кое-что конечно так братья шашечка что мне штанишки то не сделал он и не сказал ничего типа геральт геральт дружище те штанишки же еще надо блять хочу чем штаны не умеет что ли делать а вот вот штаны просто здесь внизу так вот школы кота давай о бывай удачи на пути наконец-то теперь у меня и штанишки суперские до хроссмейстерский все бонус уже полный атаки в спину наносят на 50 процентов больше урона и кроме того оглушают противника такие атаки уходят одну очку адреналина бля чуваке охереть просто ваще давайте продадим ему эту хрень покажи мне свои товары то есть атаки в спину теперь общение херовый урон наносят так еще и оглушают все афирские доспехи мы ему продаем да карабеллу продаем продаем вот разве что лами может быть оставить с другой стороны какой смысл у него единственный прикол что урона 67 больше ну хотя не очень всякие приколы видите да и шанс крита и выбить из-за равновесия и дополнительным практическом ударе и мощь квенов блин хотя с другой стороны вот у этой моей хрень и бонус будет лучше правильно если я заберу хоть одну вещь из этого до давать продаем его нахрен все меня больше мне и впарить то ничего да ну ладно блин у меня 13000 осталось чуваки прикиньте офигеть прикиньте у меня осталось всего лишь 13 косарей золота еба так одевых от у тебя вот так я теперь даже не знаю получается какая хрень чуваки то что мы то можем да мы то можем типа как пойти сейчас позачаровать оружие но в то же время не можем потому что мне денег не хватит никак вообще ну да ахи речь тела нам это всякого халвить хватаете думать должно хватить денег а хотя взрослый на какого у меня хлама хватает у него снова одна жратва которая стоит копейки утра что если файлентом пообменивать эти всякие шкуры по продавать да и алхимические все эти хрени утра для чтобы продавать еще вот давайте сейчас сходим какую-нибудь алхимику какую торгашу до день и там все аж там где-то удавать точно разгоняем а продаем своего говнеца да в принципе теперь можно все эти вещи спокойно продавать потому что уже у меня комплект хороший да ну визуально блин даже не знаю но уж конечно наши афирские были в визуальном плане то сто процентов потому что что визуальном плане это фигня была не очень так кто такой торговец автор уж нельзя торговать чем я могу помочь желаешь обменять деньги или взять заемчик на хороших условиях обменять братишка мне нужно обменять деньги 690 крон всего лишь мы получили не шибко много так вот алхимик да мне теперь эти вещи уже нужны так как если комплект сделал то есть как бы да и снова покажи как бы боссы по заканчивались да блин столько вроде бы так они денег нет ни хера у этого химика зацените офигеть да не густо у него с деньгами ну чему по на продавать вон у меня дофига этих глазов на кера как раз на 198 золотых мне пора еще увидимся просто тоже да там полу стоит эта фигня там тоже тысяч тысяч двадцать наверно у меня уйдет да на одну эту хрень как вы помните чисто чтобы зачаровать доспех на отбитие стрел то есть на всю эту шляпу там реально денег уйдет пиздец сколько ну ладно попробуем по крайней мере при свежую можно будет на корнях действительно по на продавать весь наш такой хлам который сейчас у нас есть все эти алхимические хрени там да все но мы ими уже особо не пользуемся потому как доспехи сделали эликсиры все самые такие мы тоже уже как бы сделали а и не то нажал блин так а как там вот до княжества to send нам значит надо ввелен вот только как найти того дебила я уже честно я не помню где он находится то а вот 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 верхняя мельница да погнали сейчас туда дофигеть вроде столько денег было 50 с лишним кусков то есть блин и реально казалось бы у меня тут прямо нас целое состояние какое-то на кармане а в итоге вот так вот хоп-хоп себе сделают комплект школы кота не все уже нихера и нету бабора улетела улетела вообще про как в реале да вот вроде бы получаешь что зарплата у тебя такая пачка на руках такой пресс прям до баба бабище а потом сходишь там то то купишь там это то сделаешь уже нихера и не осталось то это классный прикол когда придет час белого охлада и вовщей пурги не ешьте желтый снег давно уже это подсказка висит типа в загрузках но забавляя до сих пор так где там этот братья шашечка окси вот тут решает купец есть как раз можно ему чем-нибудь попаривать на у него тоже денег нет ни хера бред еще не все нищеброды какие-то охереть до свидания до свидос ебты так где там тот братья шашечка теперь браток ты мне вообще должен ты со бесплатно делать блять я тебе его всю эту херню отстроил такие бабищи потратил ты мне должен за бесплатную суту херню делать личные говно ед ты блять вот отражение отражается стрелы мало глиффарда обороны и мало глифф улучшения так мало глиффарда блять его взять то она будем по очереди пиздящий тогда же бог девана руны заря 3 глав сварок велес перун чернобог заря такая уже просто рунные камни малого что-то нема а вот же глифф лиф нам нужен лифт да вот мало глиффарда нам нужен один блять я забыл какие еще нужны были блять я забыл какие еще нужны были ландовать сейчас посмотрим обороны и улучшения обороны и улучшения малый глифф так вот наверно мало и вот мало глифф улучшения одну штуку тоже берем и малый глифф обороны одну штуку берем потом зачарование зачарование отражение зачаровывай все есть так тут у нас чел на тут у нас причем у нас вообще с этим мечом а мы сюда чё с мечами делали по моему дамы всегда с мечами да броня отражаются и стрелы охеренно охеренно да это хороший навык а как там можно убирать эту хрень его не помните ой мощь их не там у меня видите тут мощь арта как вот а помыта надо разбирать это у кузнеца блин там кузнеца как-то разбираешь да чтобы он позабирал эти хрени и чтобы могли поставить другие на него приколы точняк точняк вот а давайте сейчас мечи туда сделаем короче говоря с этим бонусом к вихрю ослабиться ведь сейчас посмотрим что там надо для этого я вот не помню вот вихрь рассечения да вот рунный камень заря велес и перун нам надо две таких штуки рунный камень заря нам надо купить получается две штуки так велес нужен вот велес две штуки и перун две штуки так теперь зачарование вот рассечения до увеличивает радиус действия вихря и разрыва на 19 метра а чё не хочет его делать я чуть не понял ну я нажимаю я а я блин я не то нажимаю вот так и сюда тоже все хорошо так до свидания спасибо будь здоров а посмотрим что у нас там теперь все у нас теперь да и этот этот меч короче говоря с классным эффектом рассечения здорово но у нас давите можно еще рукавицы штаны и сапожки как-то изменить на лучшее давайте-ка мы что-нибудь придумаем кстати у него там было что-то смотрите вот у него там было какое-то ремесло о вот убрать улучшения вот 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 она у него от он тоже умеет до убрать я все хочу сейчас поубирать короче говоря потом лавка у него есть танкет хороший правильный большой глиф допустим осмотрите стопроцентное повышение прочности предметы кстати говоря нихрена себе восстановление здоровья вот сопротивление кровотечению смотрите у него тут есть собрание стихиям то есть да есть что покупать давайте вот давайте продадим короче я все наши дать утруные камни хреново и правильно я имею с его не пользуюсь получается потому как у меня уже типа как есть получше да то блять продавай придурок да как раз бабосиков хоть немножко срубим такие вот эти вот тоже продавали аксия орда и и не все готово теперь покупаем значит у него что давайте у нас значит что у нас сапоги рукавицы и штаны и по две штуки вам у каждого но стойкость предмета это ставится на тот на который ты типа орда поэтому не вижу особого смысла от выздоровления давайте купим у него две штуки то есть регенерация здоровья сопротивление кровотечению две штуки и стихиям давайте тоже две штуки до спаси теперь братишка да вот остальные здоровья поставим себе на рукавички во по плюс 3 до сюда поставим себе сопротивление кровотечению 10 процентная а сюда сопротивление стихиям короче о ну все теперь вообще за ипса да и денег на хватило нас даже еще осталось смотрите у нас даже еще осталось четыре куска даже почти пять так где там телепортационный столб теперь так телепортационный столбик до так какой бы нам кое взять без кисту сент пока что не хочу баклерская сафари братская любовь а что за братская любовь заказчиком поговорить на эти магии у доктора моро кулачный бой исследовать о давайте исследуем остров на селя винда на озере соля винда давайте-ка этим сейчас займемся так это где-то тут а до отусте интересных местность сколько вообще офигеть а ближайшего столба че общение то что а вон блин долина санстратура хереблюми ближайший стоп херзная деда офигеть ну ладно это конечно печальненько д д ну что здорово да наконец-то у нас самый лучший комплект доспехов и оружие не стал с мечом да вот меч там был конечно тут серебряные которые мы нашли ами он вроде бы как получше нашего серебряного но просто вы туда теряем комплект а комплект видите да когда в спину долбишь там урон повышается нифига себе как то есть 10 классная штука это несомненно на принципе у нашего серебряного там нормалек все мощи орда повышается критического шанс вызвать кровотечение отрубить конечность нормально нормально ходится так как мы будем топать теперь давайте разберемся а так и топать тут по дороге никаких интересных мест нету то есть так вот прям туда и фигачить бы мы только-только были богачами да ребят настолько только долларов была целая куча и вот блин всего прокачали и в итоге стали полными нищебродами 5 косарей у нас золото офигеть это ща теперь даже не смогу принять участие в турнире по агенту судя по всему потому что может надо будет по-любому делать какой-то денежный взнос до денежный взнос и я уверен что там надо будет сделать такой приличный денежный взнос что называется да это реально печальненько ты сейчас надо реально копить копить бабосы потому что я думаю что для этого турнира нам надо хотя бы тысяч двадцать так точно если не больше хотя с другой стороны тут видите именно в этом тусэнте деньги размутить достаточно просто на самом деле так вот там этот острове так понимаю да он я его уже вижу давайте да честно расплату и слезем поплывем уже сами в принципе по находил какие-то пару сокровищ туда-сюда уже и бабосы намутились на самом деле теперь давайте помедитируем на рода утра не хочется мне в потемках бегать ну и плюс не будем забывать что у меня всякого говна еще очень много в инвентаре который можно в любой момент продать так что что-то исследовать надо а у мужик какой-то смотрите пустынник я хожу по воде у кстати как как вода мерка а ты что подумал неважно что думал не чем-то тебя в жизни не удивишь а прикольно кстати да и диалог забавно и то есть я хожу по воде как как как-то как вода мерка новая чешки поясу сходил по воде под водой он меньше какой-то спрятан видно да причем если когда бежал они сразу обратил внимание то что внутри по воде бежит из реально круто очень круто здравствуй ты знаешь почему это я вдруг начал ходить по воде но разумеется я живу в этой пустыне с незапамятных времен и скажу тебе что это особенное озеро и в чем его особенность кроме того что по нему можно ходить на дне озеро покоится магический меч а я его хранитель лишь тот доберется до меча кто стяжал 5 рыцарских добродетелей с моими добродетелями рассчитывать не на что я знаю кто ты ты человек чести в чем убедились многие не будучи состоятельным ты умеешь проявлять щедрость а твоей доблести ходят легенды если ты так жаждешь добыть меч сперва убеди меня что ты его достоин на этих скалах высечены именование добродетели доблесть честь мудрость сочувствие и щедрость докажи что он и добродетели тебе не чужды в тусенте множество несчастных и они помогут тебе проявить твое рыцарское достоинство ни фига себе так а кстати я сочувствовать совсем где-то рядом смотрите прям тут где-то показано дождаться нужного момента и провисую мудрость прочесть надписи на скалах я же прочел уже все ну какой-то сложный квест может быть он просто связано еще с каким-то квестом да то что пока что непонятно тебе нужно идти чего делать если что еще хреново что тут нету никого телепортационного столба я так понимаю что я ничего не открыл что ли да да то есть плюс возвращаться сюда как-то непонятно как если честно это не очень круто а допустим проявить мудрость а ведь она не показывает да то есть тебе на карте нигде не показывают как нужно идти чтобы это делать то есть просто бегая по миру что ли надо будет это как-то сделать да или что сложно сложно ну ладно ладно панель тогда пока что вот туда пока что будем туда бегать и следовать правильно а там это понимаете это просто по дороге наверное мы что-то встретим какие-то под квесты или что-то в этом роде да как то так мы кстати может быть эти доски и проданного прочитать как думаете может быть там блока это подсказка где-то искать и как себя вести когда мы это найдем а я чё так поспешил знаете чуть в плаче впадло было читать и хрен его знает может быть зря я это сделал конечно может быть надо было почитать должен возвращаться мне впадло если честно так что такое ухты это новый монстр какой-то ребятишки дракоша блять ты куда летишь я тут а у вилла хвост они нам курорист нужен а так он слабенький что-то вообще зацените я вот раза долбану у него уже и хп то нету так где там наши масса против драконидов вот давай братишка а чего не бить не любит чё за херня все готов кстати поможающим его слов его хвостов опять таки еще помню встречал в игре это вроде бы как первый да и конечно не уверен но помыщем его хвостов реально в игре не встречали так а тут по идее будут бандиты я так думаю во всяком случае местечко похоже на то руины тюрьмы бастой спрятанное сокровище странно что тут что-то вообще никого нет а может быть этот вилла хвост и охранял это сокровище да скорее всего что так и было дайте прочитаю сначала солнце уже встает записки приговоренного к смерти я успею воспользоваться светом дня чтобы написать это письмо прежде чем за мной придут и праве и поведут меня на эшафот я не знаю кто будет читать эти слова и прочет ли кто-нибудь вообще может я пишу это просто сам для себя чтобы выбросить все из себя перед казнью и очиститься перед своим собой да это я его убил до сегодня я угол надеюсь избежать казни я по-прежнему считаю что он заслуживал смерти за то что он сделал поступил ли я плохо быть может но наверняка был плохим человеком и заслуживал смерти последний суд это право богов и это они вынесут приговор и ему и мне я слушаю шаги стражников пусть милостивится надо мной боги так тут у нас это нихуя свечу натворить еще блять мразь блять попутала вообще блять я же я проткнул какого хера видит видит блять она нереально крутая ребят я даже бомбой хуй приворозишь бля ебану тетя где-то моё масло против вампиров кстати видели его проткнуть и по уже добиванием этим она кого-то хуя встал вообще офигеть блять ты мразь за что творить блять давай так этой бомба тебе значит похуй попробуем танцующей звездой тебя потом поджечь вот опять ее проткнул и похер блять этого альп этот пиздец здесь крутой помните какой он был первой части в принципе очень был простой монстр ведь на самом деле да а здесь альп это пиздец вообще быстрый для такой как куля блять резкий на под ёпт твою блять а ты заебешь блять а по что-то нахуй блять сука мразь блять ёбану в рот блять чем кстати может быть он волхим не сварганить новая не внимание хера да чуваки это пока что это был самый крутой монстр ска которую я встречал ведь баке реально это был пиздец до скольки на быстро и вообще нереально быстро пиздец просто так одишь сокровище то спрятано старый ключик дневник канцеляриста фрагмент дневника запачканной кровью и спинномозговой жидкостью мой очередной день в должности канцеляриста в казначействе княжества туссент обещал пройти как обычно утренний багет с камамбером болтовня до полудня потом немного бумажной работы и домой сегодня однако все перевернулось вверх ногами я нашел в архиве крайне интересную записку и ключ ключ оказался мне даже интереснее потому что согласно тому что я вычитал в покрытых пылью записках он должен открывать сундук полный золотых монет но обо всем по порядку проводя инвентаризацию папок я нашел рапорт которым была описана процедура реорганизации тюрьмы бастой которая проводилась по приказу князя генриха жирного как этот эксперимент кончился всем нам известно ибо руины темницы до сего дня наводят ужас а легенды о живущих в них духах убитых стражников успешно отпугивают потенциальных туристов однако я не знал что среди этих заброшенных развалин может валяться сундук ключ от которого я нашел приложенному к рапорту сундук полный крон который должны были пойти на закупку книг и провианта для зато для заточенных в тюрьме узников кто-то из тогдашних канцелистов впал в грех забывчивости выслал начальнику сундук без ключа может одной к лучшему начальника посадили на кол а со всех стражников спустили шкуру так что эти выродки наверняка наложили бы лапу и на и на сундук а так может он где-нибудь еще лежит люди толкуют что проклятие которые изрыгали зверски замученные пробудили какие-то злые силы но ведь люди болтают это что если аферис станет императором нильгарда то наступит конец света так что думаю мне не стоит эти слухи принимать на веру найти сокровища суждать помедитируем часок ну да я вам скажу что этот альп это был конечно кстати а он где то есть вообще вот как там его найти вот да иди этот бестиарий вампир альп дак что с как с ним быть ага умная пыль масло против вампиров черная кровь и rd н нереально быстрый конечно да я же подохожу пока что это реально самый крутой нора монстрова во всей игре что мы встречали все эликсеры потратить так это один а прикиньте если вы их было бы там двое или тролли это уже сразу был пиздец он и в первой части да мы с ними дрались и в принципе это там нихера такого не было в этом альпе да а вот в третье конечно в этом дополнение они их усилили пиздец так ну а вот собственно говоря и сокровище ведь по полный золотых монет да вот и что тут есть чертежи какие-то там говна как вот разные эти 285 крон рецепт транспортации мутагена и 4 флорина служебные рекомендации рекомендации по поведению процедуры и организацию тюрьмы бастой начальнику тюрьмы согласно рекомендации его сиятельства князь генриха третьего начальник тюрьмы бастой якоб олакс обязуется провести следующие изменения увольнения половины состава тюремных стражников запрет применения физического насилия по тип по отношению к заключенным отмена наказания карцером голодом и батагами разрешение заключенным располагать личным имуществом разрешение заключенным совершать прогулки вокруг исправительного центра закупка на присланные средства провианта высшего качества а также необходимых дидактических материалов привлечения на эти же средства учителей для обучения заключенных чтению и письму его сиятельства досточимость князь генрих 3 считают что эти изменения соответствует соответствии с весе свияниями популярными на просвещенном юге будут способствовать снижению уровня преступности во всем княжестве указывая молодым преступникам новую дорогу в жизни младший писарь канцеляли и филипп журжи сим барду так воспоминания библиотекаря мы еще нашли я промышлял контрабандой и крал признаюсь в этом я стырю своих поступков но что же мне было делать жалование писаря было до смешного низким а ведь я должен был посылать деньги матери я был вором но ведь я также сделал много хорошего для дворцовой библиотеки это я и никто иной достал для нее за границей жития пророков какую-то там еще книжку науку повивального ремесла для женщины многое другое это мне дворцовой библиотека обязана описанием всех наук для счастливой жизни необходимых и столь редкими изданиями как какие-то там еще короче говоря кражи и контрабанда ни о чем не свидетельствуют истинная ценность человека определяется тем как он относится к ним философия от библиотека ряда так я чё думаю братишки давайте-ка подремонтируем ся пожалуй до тем более что нам есть чем ремонтироваться и пожалуй давайте-ка мы на этом наш выпуск ребятки закончим а следующем пойдемте дальше исследовать прилегающие территории эти интересные места а потом возможно какой-нибудь квест возьмем не знаю посмотрим я как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока